Всем привет! Наконец-то мне пришла с Китая с Алиэкспресс такая вот камера SJ4000. Это оригинальная подделка под SJ. Я её уже распаковал, потестил. Вот сама камера. Ну вы уж её, наверное, видели. Куча обзоров на YouTube есть этой камеры. Здесь такой soft-touch пластик. Здесь у меня ещё плёночка наклеена. Здесь экран. Батарея съёмная. Ну что объяснять. Все уже видели эту камеру. Давайте посмотрим комплектацию. Комплектация очень богатая. Сюда всё вытащу. Вот всё, что было в коробке. Вот коробка от неё в кадр не входит. Что же у нас тут было? Такие вот ремешки на липучках. Не знаю, куда их. Ну, куда-то видать. Пригодятся. Так, вот такой вот ещё ремешок. Вот с такой вот застёжечкой. Это типа что-то вот. Что-то типа вот такого. И застёгиваете. Блин, боюсь сломать. А нет, нормально. Хорошо держится. Ну это нужно куда-нибудь на руку. Короче, не знаю. Так, был дополнительный аккумулятор. Оригинальный SJCAM. Тут внутри точно такой же ещё стоит аккумулятор. Куча всяких креплений различных. Вот это тоже крепление с этим, с креплением под штатив. штативные. Это крепление для, например, велосипеда на какую-нибудь круглую трубу. Чтобы можно было закрепить. Закрепляете, завинчиваете. И оно хорошо держится. Такое вот крепление. Эта штука у нас защелкивается. Вот так вот. А здесь у нас тоже под резьбу. Вот под этот вот. Под штатив. И также 3М-скотч двухсторонний. Так. Ну это тоже штука достаётся. Вот она. И это просто без гайки. Просто на скотч крепится куда-нибудь. Также вот такая штука вот есть. Камера сюда вставляться. Так. Вставили. И сейчас я можно прикрепить к штативу. К этому вот гнезду. Здесь или здесь. Крепится всё очень хорошо. Каких-то обзорщиков видел. Они обзирали, обзирали и говорили, что у них плохо крепится. Но надо. Это не именно к штативу крепления. Вот именно вот к этой штуке, которая в комплекте идёт. Надо всё закрепляться и держится очень хорошо. Всё очень прочно. Также под эту штуку есть вот такая вот прищепка. Берёте её, прицепляете сюда. И камеру можно куда-нибудь прицепить. Вот этой прищепкой, например, вот сюда прицепляете. И себе на лапку. Ну не знаю куда. Куда-нибудь ещё. Вот у вас камера держится на ремне. Так. Что ещё есть? У меня ещё в комплекте. У меня ещё в комплекте дополнительно. Так. Продавец Алиэкспресс положил присоску. Вот такую вот. С таким же вот креплением. Под эту вот. Под эту резьбу. И ещё была принята зарядка от прикуривателя. Она у меня сейчас в машине лежит. Мне её не показать. Ну и естественно, главная вот эта штука, это водонепроницаемый кейс. Вот он открывается. Всё проверено уже. Кадр не входит. Вот такой вот кейс. Закрывается всё отлично, как на GoPro 3. Механизм закрывания. У меня тут прилеплено тоже вот под эту штуку. Я вот так вот привинчивал. И к машине лепил. Всё держится очень хорошо. Всё держится отлично. Такая вот конструкция. Кадр не влазит. Так. Что же ещё у нас тут есть? Ну это задняя стенка с прорезями. Вот этот кейс получается же не герметичный. Здесь вот прорези есть. Это чтоб звук лучше проходил. Записи звука. Но она мне в принципе не нужна. Я её не распаковывал. Также ещё есть дополнительный 3M скотч. Такой вот. И плюс вот эта штука. Это штука для снятия. Когда у вас этот скотч приклеен. Приклеен этот скотч. Её не отодрать. Чтобы его отодрать, берёте вот эту штуку. И так вот ведёте её туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Под это вот проводите скотч. Отлепляете аккуратно. И новый прилепляете. И лепите эту штуку на новое место. Вот эта штука для этого нужна. В принципе, пока что мне это не пригодилось. Берёмся. Так. Также вот такая вот безворсовая материальчик для протирки камеры. Четыре штуки хомута. Покетики. Ну, хомуты и у нас можно купить дешёвые. Также инструкция. Инструкция есть на русском. Но перевод такой так себе. Не очень литературным. Я б его не назвал. С ошибками. Вот ленза вместо линза. Давайте ещё аккумулятор откроем. Открывается защёлка. И крышечка. И аккумулятор вот за эту штучку достаётся. Точно такая же батарейка. А, нет. Смотрите-ка. Отличаются. Тут SGCAM написано. Здесь нет. Ай-яй-яй. Китайцы. Давайте вот эту поставим. Это написано SGCAM. И обратно. Так, неправильно. Вот так вот. Так. Всё. Отлично. Так. Здесь у нас, как я понимаю, микрофон есть. Здесь динамичек. Здесь вот ещё какие-то отверстия снизу проделаны. Не знаю для чего. А, также у меня в комплекте ещё была флешка на 32 гигабайта. Флешка настоящая Kingston на 32 гигабайта. Сейчас приближу. Вот флешка. Просто дешевле было мне заказать камеру вот совсем вот с флешкой, с дополнительными креплениями, чем вот это всё покупать отдельно, в том же Китае отдельно. Давайте включим камеру. Включается камера кнопкой MODE. Вот это вот. Так. Что же мы тут видим? Меню включить тоже этой же кнопкой. То есть эти режимы переключаются. Этот режим фото. Это режим просмотра. А это меню. Перемещение по меню вот этими вот такими клавишами. Здесь можно настроить разрешение видео. Цикл записи. То есть циклический, если в качестве регистратора использовать. HDR. Это High Dynamic Range. Датчик движения. То есть камера будет срабатывать по датчику движения. Если будет движение какой-нибудь в кадре, она начнет запись. Или фото сделает. Так. Можно отключить, включить, выключить запись звука. Штамп на видео. Тут будет показываться дата и время на записываемом. Режим серийной фотографии. Это когда камера делает фотографии. Через определенное время там можно выбрать от 3 секунд до 10 секунд. Один кадр там в 3, 5, 7 или 8, 10 секунд будет камера делать. Разрешение фотографии можно выбрать от 12 мегапикселей до 1,3 мегапикселей. Ну, я думаю, что тут матрица стоит где-то, наверное, на 3 мегапикселя. Так что вставлю 2 или 3 мегапикселя разрешения фотографии. Качество. Качество высокое, нормальное или низкое. Резкость. Высокое, нормальное или низкое. Баланс белого, автоматический или там под настройки. Режим цвета изображения. Черно-белый, сепия или цветное изображение. ISO можно настроить экспозицию, компенсацию, точнее экспозиции. Компенсация экспозиции выстраивается от плюс 2 до минус 2. Распознавание лица можно включить или улыбки. Стабилизатор изображения. Ну, тут электронный, естественно, стабилизатор изображения. Быстрый просмотр. Это когда сфотографировали, вам показывается то, что вы сфотографировали. Штамп даты и времени. Это, наверное, на фотке или на видео. Не знаю, язык. Языки настраиваются. Вот здесь русский. Есть установка даты времени. Автоматическое выключение питания. Это когда камера, если ничего не делаете с ней, она выключается сама через определенное время. Звук сигнал кнопок. Звуковой сигнал кнопок. Это когда нажимаете на кнопки, он пищит в это время. Режим ТВ. Не знаю, что такое. Телевизор надо подключать. Это выключение экрана. Это камера во время записи отключает экран. Если не нажимаете на такие кнопки через определенное время, которые настраиваются здесь. Частота сети это 50 или 60 Гц. В зависимости, чтоб лампы не мерцали. Люминесцентные, когда снимаете их. Поворот изображения. Это, скорее всего, изображение поворачивается. Режим автомобиля. Честно, не знаю, что такое. ОСД моды. Вкул-выкул. Это, скорее всего, когда показывается. Тут разная информация на экране. Госномер машины. Можно ввести госномер машины. Не знаю, зачем. Наверное, будет на видео записано, если использовать камеру в качестве видеорегистратора. Удаление файлов. Форматирование. Сбросить настройки. И версия ПО. Версию ПО покажу. Это сейчас самая последняя версия ПО для данной камеры. От седьмого одиннадцатого. Ой. Какой седьмой одиннадцатый? Сегодня же еще девятый месяц. Сентябрь. Короче, не знаю. Такая вот, короче. Версия ПО. Все. Всем пока. Примеры видео будут дальше. Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok